сегодня второй день такая погода холодная смотрите на улице 12 в теплице 28 и 22 в курятнике 12 градусов тоже второй день вчера было 11 градусов сегодня 12 потеплее ну и солнце сегодня побольше ну и потом обещают уже к концу недели плюс 23 так что эти два дня перетерпим прохладненьких таких и потом опять будет лето а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А вот это я начала складывать для бани. Длинные дрова, длинные чурки Михалыч рубит. Я только приберу там, только уберу все дрова. Он опять выйдет, опять наколит. Но он так, выходит на 5 минут буквально. Пару-тройку чурок разобьет и опять идет работать. Так что сейчас опять буду складывать. У меня одна забота. Ну вот, поленье все унесла. Пошла я домой. Уже похолодало. Пойду ужин готовить. У нас вылезла хризантема одна. Мы осенью тут высаживали хризантемы. Ирина нам давала. Ира, спасибо тебе огромное. Роза твоя растет хорошо. От хризантемы не взошли. И здесь вот, пожалуйста, маленький кустик. Весной ничего не было. А потом, видимо, мы скашивали, уже не видели, что хризантема растет. И она сейчас раз и расцвела. Вот такая вот маленькая. Низенький такой цветочек. Так что я тоже пересажу. Будет у нас белая хризантемка. У меня был творог. И я сделала творожные пончики. Они вот такие маленькие совершенно. Хотите, покажу вам, какие они внутри. И очень воздушные. Вот, видите. Рецепт не скажу, потому что я не знаю, сколько у меня творога было. Ну, в общем, чуть-чуть было простокваши. Немножко творога. Два яйца. Сахар, соль, сода. Ванильный сахар. Немного муки. Такой, чтобы можно было мупить, как пластилин. И все. И жарила во фритюре. Ну, сейчас чаек и попьем. Кто с нами, всем приятного аппетита. Друзья, всем привет. Сегодня у нас на обзоре посылка из любимого селька. Я сейчас все выложу. И посмотрим, что я выписала. Вот это все, что пришло нам. Думаю, что такое огромное. Это у нас одеяло. Я вам сейчас про него расскажу и покажу. Это одеяло всесезонное. Размер 175. Размер 178 на 205. Чехол, материал, перкаль, это стопроцентный хлопок. А наполнитель у него такой, 50% шерсти мериноса и 50% силиконизированные волокна. Все прошито идеально. Постилю и покажу. Вот так. Такая красота, кстати, приятная такая. Простегано. Прошито аккуратно. Вот такое двуспальное одеяло. В спальне я заказала себе обновку. Я давно ждала именно белое покрывало. Это плюш-велюр. Размер 200 на 240. Он двухсторонний. Смотрите, есть с узором сторона, как выбитый рисунок. А есть вот такой просто плюш. Какое оно приятное. Вот захотела себе белое покрывало. Просто белое. Так, я не знаю правильно, по ширине, по длине. Вот так это выглядит. Мне нравится, светлее сразу стало в комнате. А если поподробнее, вот такой узор. Еще я выписала вот такие полотенца. Это полотенца Узбекистан. Мне они тоже очень нравятся, хотя в Туркменистан производство они потолще, поплотнее. Но в Узбекистане чем нравятся, они быстрее сохнут. То есть я их буквально каждый день меняю, каждый день у меня стирка практически. Поэтому мне очень удобно. Ну и расцветка, смотрите, самая такая, да? Полотенце стоимость от 89 рублей до 91 рубля. То есть полотенчики недорогие. Вот такую цветовую гамму я выбрала в этот раз. И вот заказала вот такую футболку. Белая футболочка. У нее очень интересный пошив воротника. Типа водолазки, типа стоечки. Но не водолазка. Стоит такая футболка 667 рублей. Я эту футболку взяла не себе, а Катюшке. Я думаю, что ей понравится такой. И цвет ей белый тоже пойдет. Так что, Катюшка, приезжай. Приезжай за подарком. Там были цвета черные, синие. И, по-моему, розовый цвет был. Ну вот я выбрала белый. Так, что тут написано? Производитель пирогов. Индекс. Город Иваново. Да, это все ивановский текстиль. Кс-кс-кс-кс. Ну иди ко мне, прыгай. Прыгай скорее. Ой, Тюма, я красота. Давай ко мне. Прыгай. Кс-кс-кс. Не хочешь? Не хочешь? Прям в камеру лезет. Она так лапками перебирает всю жизнь. Месит тесто, да? Я потом замызу. Тестомес. Все, пришла ко мне. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Продолжение следует...